Команда Астралис будет защищаться. Пожелаем удачи командам, вам приятного просмотра. Intel Extreme Masters Dallas, 16 команд. Ну и также не забывайте про мульти-трансляцию. Лучшая команда планеты Земля, FACE. Прямо сейчас играет у нас параллельно против Encore из Австралии, ребята, через Океанию. Прошли через квалификацию, будут бороться. Прикинь, такой подарок. Лучшая команда мира в первом туре. И сейчас выиграть. И пошел за кубком. Но это будет жестко. Это будет жестко. Очень серьезная проверочка для них. Тут же на старте. Пока что у нас на старте пистолетного раунда. Тут по пистолету были уже вторым. Проходят игроки Виталий. Тихо, ешки, цемент, дым налево. Апекс отпускает. Так, Блейм. Лежняя позиция под отличную флешку. Но где же... Но слишком долго. Первого он уже, наверное, понимал, что убьет. И, скорее всего, его разменяют после этого фрага. А вот прострел в дым, кстати, по бомбкере. Вот Блейм. Тут еще и Мэджис. Решил с цементом с блоком постреляться. Отъехал от Фарлига. Ну и 2 в 4. 2 в 4. 2 в 4. Что? Не залетает вообще ничего в спину. Дюпри минус 2 оформляет. А как? Вы чего? Не убиваешь ты, убиваю тебя. Вот такая у нас логика. Апекс 2 в 2. Забирает зипникса. Нет, это и Дюпри. Фарлиг раздефьюзил бомбу прямо перед носом. Там 2 хп. Что за пистолетка? И Дюпри убил его. И без армора был. И там 2 хп осталось. Как же на тоненького. Но раунд Астралис забираем. Просто нереально. Сначала Дюпри не мог убить конфиг. Потом сам Дюпри уже, казалось, всех убил. И просто под носом был совершен дифьюз в дым. В конце раунда. Вот-вот-вот. Вот левей бы. А там и причем оба, наверное, начивали. Но не залетело. Немножечко не хватило. Буквально одного хита. Но не беда. Не беда. 2 АК 47. Галил. Скаут. Так 9. Ну, лучше сценария и не представишь. На следующий форс в ответ. Где уже успешный. Раз в неотарапе происходит. Еще и фарлик полетел тут. Ну, не ожидали. Наверное, расчет на то, что 3-го тут не будут ожидать. Но хэдшот фарлик свой получил. 4 в 2 уже все. Можно забыть это геройство фарлика. Фармган Фомас последнее. Ну, может, Зипникс остановит всю эту вылазку. Дал неплохой первый минус. Но Месу-то отвечает. Остается конфиг против троих. Первого забирает. Потерял, правда, почти половину хп. Ближний смачок постарается здесь сыграть. Очень хитрым способом. Но Дюпри читает. Не подпускает там вдоль стенки. Пуш в дым провернуть. Конфиг. Еще будет чуть-чуть везения. Может быть, один в один бы уже играл. Аймулик еще есть. И врывается. Но нет, не ожидал. Справа игрока. Это форс, вот этот Виталити. Вот тебе и игрушка, да? Counter-Strike. Ты как бы вроде пистик берешь. А там тебя встречают. На рампе, на вертиго. Два АК. Голи, Скаут. Ну, бомба была. Бомба была. В атаке всегда приятно второй раунд играть. Да, да, да. Только не поспоришь. Ну, и Дюпри, конечно, на опыте. Он там пару раз уже пытался дождаться этого врыва. Чекал вдоль стенки. И все-таки подловил. Конфига. Один в один. Ответный форс в ноль. Есть от команды Астралис. Но тут уже, конечно, только пистолеты. Глэйв, по-моему, все патроны потратил. Но вроде успел отойти. Молотов. Тут вообще, а куда? Уже подходит Глэйв. Тут Глэймэйв куда-то у нас врывается, вылетает. Ну, какое-то отсутствие вообще синергии и синхронности по карте. Вот Астралис на старте. Карты Девертиго. Ну, и конфиг последний. Ну, в центре карты пытаются найти какой-то девайсик для себя. Ну, навряд ли, навряд ли он кого-то встретит. Там бегает где-то на караю Апекс. Зоны прослушивания конфига. На лестнице решает остаться Кристиан. Ну, есть тяжелый армор, есть дигл. В следующем раунде будет фулэка для Астралис. Желательно, конечно, хотя бы пистолет сохранить. Да, ну и Апекс потихонечку занимается поисковой работой на центре карты. Ну, вряд ли успеет. Может, под взрывом убежит. Нет. Апекс вообще с АК-47. Находит конфига. Находит. Опасно, конечно, было. Я думаю, риск того не стоит, но... Своей цели он достигнул успешно. Ну, и как в целом коллектив Виталити. Будут отыгрывать сейчас антиэкономический раунд. 2-1. Все хорошо. Переломили, переломили. А выиграли Форс. И следующие два раунда. За этим должны, конечно, отправлять свою копилку Виталити. Против юспиков шансы у них очень высокие. Зипник слышит под собой там, конечно, пробегание. Но тут можно стакнуться. Можно вот так вот в четвером сыграть. Можно даже и в пятером было бы здесь сыграть. Но оставили главу все-таки под базой Б. Месута. В авангарде этой атаки у команды Виталити. Молотов за цемент. Там никого нет. Что, контратака от юспиков? Да, классический выпад с таймингом. На эко довольно-таки неплохая порция демиджа. Учитывая то, что еще и за его красным остался. Месута забрали. Глэйвтус. И-то-яй. Мэджин с девятки причем тут дочекал. Единицу. Пытался там Глэйвс хитрить. Наверное, рассчитывал дать минус. Унести все-таки девайсик. Но его нашли. В укрытии. 1-3 становится раунд. Героическая пистолетка. Пока что единственный удачный момент для Астралис на карте Вертига. А ты видел татуировка паука на шее? Модельки. Это после мажора добавили? А я не знал. Ну, кстати, я не видел ни разу. Прикольно. То есть, ты прикинь, сделали модельки еще и запарили татуировки. Вальвы вообще ни дня не отдыхают. Дам-дам. 300 дней в году минимум работают. Опа. Тут энтри у нас. Ой, и флешечка. Глейв зажимает по второму. Вот это жесть. 500 хп у команды Астралис. Минута 30 на таймере остаются Зайву и Мэджиск. Зайву, конечно, занимает рампул. Но нужен хедшотик. А желательно два. Так, ну Зайву может такое оформить. Забирает Фарлига. Все еще ситуация благоприятная для игроков защиты. Зайву так замечает Глейва. Да. Стреляет нам в скидочку. Такой аккуратный-аккуратный файт. Так замечает еще, но... Мэджиска тоже видели. Тут надо как-то вдвоем сыграть, но не успевает вывалиться Мэджиск. За угла за его в итоге все-таки забрали. Но тут с двух сторон. Справа-слева, как по учебнику. Он доигрывает Астралис. Показывают нам Глейва, капитана команды. Кто кого победит в тактическом плане? Зоник или Глейв? В тактическом? Да. Зоник или Глейв? Кстати, да. Не забываем про этот вечный... Ну, как вечный? Конечно, уже встречались не один раз после изменений, но... Стори-лайн-то остается. Камон. Тут как бы сейчас на сервере у нас люди, которые вместе Эру делали. Эру. В Counter-Strike. Наследили, так сказать, в хорошем смысле. По разной стороны баррикад. Сошлись. Так, Блейм. Он слышал же... Вот же, вот же, но уже должен был Блейм. Он второго чисто по приколу забрал. Как-то очень так вольготно запрыгивали, топали, врывались боком в дым. Зайву тоже тут что-то сидит. Мог его, кстати, Блейм убить. Интересные тайминги. Зайву все-таки отступает. Так, уже скоп, стреляет. Что Блейм будет дальше агрессировать? Пока что, видимо, остается. Он фиг. Ой-ой, какая неприятная и неуместная вообще смерть. Тут совсем один был. Ну, конечно, хелпа поспевает. Закрывает экзипик смачком. Возможный выход. Но все же неприятно. Ну, из приятного то, что Блейм уже прожимает таки рампу. Ну, и в целом закрывает ротейт возможный от атаки. Дает инфу своим тиммейтам. Позволяет втроем сейчас принимать непосредственно Б-бленд. И он идет дальше. И он идет дальше. Возможно, другой бы Люркер остановился. Но не Блейм. Но это был бы не Блейм. Вышел, дал минус. Два человека пытаются его загнать. Но уже все. Сдал, дал, ушел. Ну, что делать в такой ситуации? Все, 2 в 4. По-моему, есть инфа. Времени нет. А вот что делать. Ошибки делать, которые делал Кзипикс. Зайбу опасно. Минус 2 пуглые. Третьего. Один в один. Попал, не попал. В итоге. Куда тут не ставится? Ты чего? Нормально, нормально. Было время. Разобрался Дюпри. Нашел место, где все-таки можно поставить бомбу. И нужен хэдшот. Прямо сейчас нужен хэдшот Дюпри. Расмусен. Играет на время. Забрал все-таки. Два в четыре. С полной инфой. Пожалуйста. Зоди говорит, братан, там не ставится. Кто-то наушники снял. Паузу поставил. Он... Ай, я не могу просто с этим. Ну, деды, деды, мужик. Нужен личный ассистент в такой ситуации. Хорош. Ну, на эмоции хоть на месте. Конфиг. Это с конфиг? А, с кем он остался один в один? С Блэймом, с Блэймом. С Блэймом? Он же Люр Кирилл там сзади. Блэйм против Дюпри. Да, 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 да. Ой. Ну. Спасибо командам за такие эмоции. Ну, тут намного интереснее, чем в первой встрече. 100%. Вот, и дым в дифьюз на последней секунде. И вот такие раунды 2 в 4, казалось бы, мертвые. Но Виталити в целом смотрится пока получше. Они ключевые раунды выигрывают. У Астрали снова нет денег. Вновь есть возможность выйти вперед. По счету на табло. Может, конечно, тут с деглами пропрутся. Но там на всю команду один армор, одна хаешка. Да, тяжело, тяжело. Очень, очень. И раунд неприятный. И ситуацию для себя выигрышную заливают Астралис. Вынуждены теперь как-то выкручиваться. Делать 2дшечки. Всякие сетапчики. Снова один у нас. Конфиг с деглом находится под табло. Ну, стоять 4 плюс 1. Что-то похожее на юспиках делали Астралис. Там они пушили с юспами. Здесь просто стали 4а с подсадочкой. Конфиг чекает центр. Карты, может быть, даже пойдет дальше. Поджим минута 0,5. Никого на мидле он не видит. Это номер 8 на радаре, друзья. Мы видим, он там пытается прочекать близь. План Б, в принципе, отдается. Тут, наверное, уже поздно будет давать инфу. Но не поздно всегда делать пару хедшотов. Но он не по голове. Залетело. В принципе, там и сейвить-то особо нечего. Пойдут воевать Астралис. Так, ну не сильно пока что спешат. Но потихонечку этим делом заниматься должны. Ну и контроль. Контроль на постплейнте позиции от Виталити. Уже вроде Дюпри даже услышал побегающих игроков. Нет, нет, смотри как. Флешечка. Выпад. Так, ну знаешь, что один близко, второй чуть подальше. Немного не синхронно вышли. Зипникс погибает. Тиммейт отступил. Это был блэйм. За его с авиком. Но тут авик главное не занести. Но вроде все под контролем. Ой, я думал, что сейчас он прыгнет ему на голову и зарежет. Вот это было бы нормально. Было бы, но по итогу Апекса забрали. Это единственная статистика у Апекса неприятная. Там Адеричка маловато. Это пока что единственное и то, как плохие новости. Это такое. Ну, Калашик забрали. Калашик забрали Астралис. Утешительный приз. Показали нам там подсадку. Куда? Но эта подсадка не сработала. В итоге кого они не увидели. Там уже раунд. АВП в защите, АВП в атаке. Фарлик со снайперской винтовкой. Будет распикивать рампу на пару с Глэйвом. Нет, Фарлика оставили на цементе в этом раунде. Глэйв. Очень сочный дэмэдж. 20 кп остается у Мисуты. Сюда же Молотов. Начало раунда приятное для Астралис. Очень-очень неприятно. Тут нашел тело оппонента. Глэйв. Острелит 20 кп. Где займу? Какая реакция? Глэйв тут бедный просто. Хотел поспотить. Попрыгать. Но Матье очень реагирует. Также Фарлик справляется. Но Мисута на размене. Улетел. Улетелся карта на Фарлик. 4 в 3. Все еще есть игрок в рукаве. Это плеймэ. Важнейшая позиция. Полетела Хаешка. Но без дэмэджа. Догорят коктейль Молотова. Подозреваю, что здесь есть плейм. Мэджиск теперь точно знает. Там красный Мисута. Ой, ну да. Тут никак с плеймом не потягаться. Ближний Молотов. Успел. Успел дать. Четко, четко. Тут вообще на себе сдерживает всю атаку. А дымы-то проходит. А дымы уже... Нет, но есть зайву, который урабатывает всех просто на равном месте. Ты смотри, кто это у нас? Вернулся, вернулся. Вместе с Алекси копили силы на EM Dallas, чтобы приехать и раздавать. Направо и налево квадрокилл. Попивает какую-то крутую водичку. Молочко, скорее всего. Холодненькое? Да. Или теплое, наоборот? Из-под коровки. Я обожаю холодное, кстати, молоко. Теплое меня бесит. Ультрапастеризованное? Безлактозное? Белое. Белое молоко. Роман, The Wolf. Волки ж не пьют молоко. Или пьют? Наверное, маленькие волчки пьют. Эволюция. Маленький, да. Я же маленький еще. Подросток волк. Слэш, Рашмид. Все секретные тактики команды только что были озвучены. А, ну сейчас с пистолетами, походу, агрессия от защиты. На центре карты будут запускать кого-то или нет? Нет, походу нет. А это нам Астральс включили? А, это фейк. Это для фейка. Типа, агрессия от защиты. Да, я думаю, это Астральс включает. А, нет. На английском, думаешь? Ну, просто клейва показывали. А, ну, очевидно же, что... Может, они готовятся к интернациональному составу? Нет, нет, это Викартик, скорее всего, было. Я так закинул просто. Проверял зрителей? Да. Кто поверил в эту? Ой, патроны! Патроны закончились! Нормально, Дюпри постраховал. Могли тут, конечно, подросыпаться Виталити, потерять пару калашей. Дюпри фулл фокус. 11-1 вообще у Дюпри. 11-1 человек стреляет. Да, в целом, тут много эпизодов, где хорошо стреляет в порт игроков Виталити. Последний плеймэ в девятом раунде. Ищет, ищет его Апекс. Он, кстати, скоро найдет. Ух! На мувик. Чик. Слышит, слышит, Блэйм. Еще минимум двоих. Понимаю, что его могут здесь распикать, но сам не лезет. Слева, кстати, уже довольно близко подошел Месута. Блэйм не увидел его, но Месута тоже не начекал. Время еще есть. Это байт прострелы. Попал куда-то в плечо, что ли? Что-то Апекс выкрикнул у нас в Блэймэфу. Но настроение хорошее, все под контролем. Ну, понятное дело, тут в атаке. Раунды набираются, все хорошо для Виталити. Меш по губам. Да. Там что-то на F начинается и на U заканчивается, по-моему. Но прозвучало только что. Даже в слоу-моно показали. Замечательная режиссерская работа от ESL Production сегодня. Виртуозы, виртуозы за работой. Да, мастера своего дела. Приятные, приятные камеры с места проведения. Звук с линейкой игроков, все это есть. Конфиг тем временем забирает Дюпри. Это, кстати, уже девайс на раунд. Астралис нужно как-то включаться вообще в эту вертигу. Они летят 7.2. Мэтриск разменялся. В себя поверил? У него, кстати, 2.9. Так вот он пытается, знаешь, хоть какой-то верой, судя по всему, набраться. Игроки Виталити готовы. К таким движениям. Ой, 4 в 4. Апекс тут один, кстати, действует. Только сейчас походит не суд, а перестрелял он Глейм. А просто вышел, убил. Вообще по стрельбе не идет, удача. Что случилось? Конфиг, Блэйнэп, что-то так падали. Глейв бежит куда-то тут из рукава. Апекс оформляет второй фраг для себя в этом раунде. Это 4 в 2. Ой-ой-ой, Боком! Провалыч. Провалыч от Астралис. Обидно, обидно для них, что с антрекила вообще все начиналось. Забрали Дюприм, но после этого слишком наглая позиция Конфига. Провалил свою перестрелку Глейм. Фарлик Боком. Уже на повтор решили показать. Ну, вот он вышел, убил. Тут Боком Глейв. И тут Боком Фарлик. Вот такой вот раунд получился у Астралис. Флэш-повторы такие у нас на сейвах. Ну, в принципе, логично. Главное не упустить какую-то перестрелку на сейве. Ну, да. А с другой стороны хайлайт придется оборвать. Ну, или то уже, или то. Так-то можно хайлайта смотреть. Потом, опа, там в следующий раунд. Но сейчас все было идеально. Мы хайлайт посмотрели и сейв Зипникса. Тот самый момент, когда так близко и так далеко. Игроки, может, какую-то хаешку бы там из респа добавить. Чтобы защита на сейве могла там помешать. Вот этому сейву на углу. Вот это уже похоже было на коммуникацию Астралис. Это украинский был, нет? Скорее всего. Готовится к переходу. Большой трансфер. Объединение составов, как у Виталити будет. С миспост-клаб Киев. Ну что, Зипникс остается с М-очкой. Конфиг МПХ и 3D-глам. Такой вот сетапчик у Астралис. Им в целом. Тут нужно хотя бы на 5 раундов выйти в защите. Очень много ключевых по старту они отдали. Но Фарлик сейчас будет стараться. Вывести команду к победе. Забрал уже Апекса. Размены никакого нет. Да и пока что не последует. Далековато. Возможность. Игроки, точно назовусь, с Авиком. Сдалека. Пассивно контролируют. Еще возможной агрессии. Не спешит так же и Месута. Ну вот сейчас выпад под флеш. Ису, и Месута. Хорошо тут законтролил Фарлика. Но были готовы тут. В условиях тишины, честно говоря, не составляет труда как-то эту флешку задоджить. Только если какой-то там... Машнафты, Сиэкшен, еще что. В любых других случаях. Там все это дело... Контрится. 4 в 4. Подошли с кучей гранат под базу А. Как мы видим, Виталити. Пошла Хаешка плюс Молотов за цемент. Ну тут, в принципе, тройка. Ну, Астралис есть. Зайву. Зайву подставляется по двоих. Причем он был еще с дымом в руках. В итоге дым приземляется. Мэджиск выпала бомба у него из рук. Он погибает. Все, отдали раунд, Глам. Ну, погоди. Тут еще Тюбри. Человечек, который очень-очень изнатный. АД уже. Стрелили в этом матче. Не удается ему Глэйва забрать. Ну, времени нет. Тут 11 секунд. Он забирает Блэйма. 10-9. И все. Ну, вот навик лежит. 6-5. Ну, что пойдет за ВП, интересно? Или нет? Нет, не рискует. Ну, он конфиг может пойти. Это после таймера было? Да, да, да. Дюбри. Эх. Обидно, что не рискнул в итоге взять этот тавик. Стоял до конца, все-таки контролил и проиграл перестрелку. Вот он. Расмус у нас на экранах. Не годует. Но деньги у него были. Там больше 7 тысяч. В принципе, такой обидный момент. Но в целом по экономике еще запасы имеются хорошие. Так, ну что ж. Все-таки. Парки. Раунды сюда взяли. Есть возможность не отпускать далеко. Хотелось сказать. Виталити, ну как ты будешь кого-либо пытаться не отпускать, когда про тебя займу? Вот так вот просто два энтри дает на ровном месте. Может и третий энтри сейчас залетит? Блэйм пытается. Так, увидел точно. Хаешечка, но за его вообще неважно. Дэмэдж был. Дюпри. Начекал конфиг. Гейнфа по двум. Сто процентное есть у Виталити. 1А, 1АБ. Зипмикс в центре, кстати. Всю карту хотят удерживать под своим контролем Астралис. Пошел вперед конфиг. Дюпри. Вон топчик через сюда. Как же вкусно это было. Ну, что-то играть не должно быть проблемой. Виталити есть еще информация. Уже при 5 в 2 по кзипексу. Ну что, только сейчас там процессы какие-то собирательные пошли. И то не совсем. Пачка лежит. Я не понимаю, что там ждут. А, там уже в КТ просто Апекс смутился. Ждали еще этого момента. Ну, Блэймэ последний. Блэймэ подключает. Хотел, знаешь, так по пульке, так по тапчику красиво-красиво все сделать. Ну, Блэйм, конечно, фраг сдал. Но он 1 в 4. Пока что. До того самого рекорда. 40 фрагов очень далеко. Конфиг тоже, мы видим, далеко не выделяется в команде. Ну, и вот тот самый сетап, когда Блэймэ и Конфиг тащат команду, мы видим, не работая сейчас. Да вообще Астралис как-то что-то ничего не работает. Только вот экзиты, экзиты, цейфганов. Не, ну ладно, там какие-то движения, телодвижения приятные были, как в прошлом раунде. Но здесь на контраунде, ну, фарлик идет пикать. Я так и не понял, там то ли задолжил флэш за его, то ли что, но... На ровном месте два энтри на рампе. Ну, как, как? Это зайву! Вот он у нас на экранах! Дел сегодня квадрокилл. Кучу энтри оформляет. Идю привеселиться на линейке Виталити. Все отлично. Ну, и вот он тот самый повтор. Заметил фарлика, уничтожил. Ну, и Глэйв оказался просто в центре этой рампы. Под горячую руку за его попал. Так что у нас уже 9-3 статистика, друзья. Не забывайте писать в чат, покупать подписочки, дарить их друг другу, чтобы иметь возможность с нами пообщаться. Вот тут спрашивают, как дела. Дела отлично. Емдала сегодня начинается. Как же могут быть еще дела? Это да. Это да. Так, снова тут хитрости. Раняплента на рампе от датчан. Видим ФД. Рукав отыгрывает БМФ. На флешечке стоит фарлик. В целом снова раунд с пистолетами и одним саленсером. Но мы видели уже, как в позапрошлый раз в течение справились. Очень хорошо там умеют принимать решение. И агрессировать тут. Снова сетапчик. Ну и продвигается. Потихоньку крыльки атаки. Молотов. Моментально его должен фарлик тушить. Пошла подсадка. Комбина. Комбина. Где фраг? Как торновато прыгнул. Прыгнул. Блэйм. Даже не раздамажил толком. У Апекса 74 хп еще. Да. Хорошая возможность для энтри была. Но он не воспользовал. Рановато и начал двигаться. Ну или что-то пошло не так. По итогу разворот. Разворот. Талити. Ну инфа 4А у них была. Тут конечно очень важно в каком темпе, в каком тайминге они выходят. Пока что тайминг хороший. Конфиг успел все-таки сыграть из-за угла. Глейф. Так, там флешка классная. Флеш в ответ также и от атаки. Конфига прогнали. По Глэйвэйс инфа. Огрызаются. Как же огрызаются. 19 секунд. Астралис. Нужно брать. Нужно брать. 4 в 3. Времени супермало. Фарлик. Есть минус. Выбил бомбу. Последний зайву. 8. 7 секунд. Пытается ставить просто в дым. Его видели же. А че? А че не должен зайву? Ладно. Я не понимаю. А что Виталия тут сделали? Почему там у троих людей остается 3 смока? Под что там выпускали? Я не понял. Там же швикирити было полно. Как так выходили? Под какой раскид? Я вообще не понял. Молик в дефолт только с паузой потом был. Смоки не давали. Почему? Ну вот у зайву прямо сейчас езды, кстати. Там у троих. Вот три троица, которые остались. Кто там? Мэджик, зайву, Апекс. У них у них троих смоки были. Но они хотели, видимо, чтобы в эти смоки врывались. На пистолетах Астралис. Думали расконтролить, как-то добить. Ну, только так, разве что. Не знаю, что-то такое вот неразбериха произошло. Такая большая банка с водой там у Месуты. Я думал, это большая банка у Блэймэфа. Даже две банки у Блэймэфа. Они показываны. Вон, точнее, не видно из-за монитора Глэйва. Руки. Но там, конечно, мощнейший-мощнейший человек. Наследник Паши Бицепса. Кто? Блэйм по габаритам. Был еще фрикозоид, если вы помните. Такой в Северной Америке. Да, там такой прям фитнес-тренер нормальный. Опа. Ляпс. Да, причем мы очень хорошо слышим звуки, но не очень хорошо слышим голос. Игроков почему-то не знают. Настроено интересно. Я думаю, они молчат просто. Да, те самые. Может, это техническая пауза? Да, вот. Что? Смотри, Сайфул. Флексит. А там в голове Гендаль, знаешь, который... Тут. Тут-тру-тру-тру. Тут-тру-тру. Когда колят на английском, а ты за его сидишь такой. Что там Апекс? Взгляд в душу. Ну, все, я думал, нам просто решили камеру за его оставить. И все. О, тайм-аут. Вот теперь тактический. Так. Опа. Наследники Романа Зевульфа. Ну, это отсылка. Топ-10 отсылок и пасхалок. Это контент, конечно. Когда зашли инвестиции. 10 миллионов. Хочется все языки знать в этот момент. Да, я могу выбрать B. Да, я не говорил. Нет, нет. Мы делаем B на E, но сначала вы выбрали B. Нет, нет, нет. Вы выбрали B, а потом мы выбрали B на E, поэтому нужно обратиться к A. И, Кевин, вы смокли на A сначала, просто чтобы показать какие-то позиции. Держим последние позиции! Все, давайте пошли! Тренер перед палом, что все, давайте пошли! Ну, там интересные, интересные стратегии. Прям четко Апекс говорит там, you take G там. Ты просто подпикаешь. Дефолт B. Какие-то у них расклады свои. Мне больше понравилась отрыжка. Честно говоря. Из этого всего. Ну, ладненько, поехали, поехали. Продолжать у нас уже игру коллектива. А там пропустили, по-моему? А, нормально, тут комбина была. Дюбри прикрывал за его. Конфиг просто мимо прицела за его прошел. Казалось бы, там неудобная ситуация будет для авика. Дюбри прикрывает. Такой вот take B получился. Не зря Апекс расколил эту тактику. Так. Тоже четвером. Есть 2D слева. Ну, там смог. Ну, сейчас все гранаты потратят. Да. Твои заявки. Ну, спешить некуда. Там все-таки, вон еще за его контролируют возможные прожимы стопы. 5-4. Минута времени. Все-все. Еще может измениться. В решении от Виталити. Ну что, все. Переждали все значки. Все эти вещи. Там зайву у нас шороху под А наводит. Принет под B за деревяху. Ну и будут, походу, уже доигрывать. Примонечку. Он смог за единицу. Смог в ответ. Это неприятно. Зипникс. Так. Хорошая, хорошая позиция. Сейчас он увидит ноги. Дает прострел. Ну, Апекс в прыжке увернулся. Молота моментально на уже прошлую позицию Зипникса. Выход толпой. Важнейший дым. Чуть-чуть не успели. Чуть-чуть не успели. Как-то даже чуть раньше, наверное, даже вышли. Поторопились. До раскрытия смока. Ну, зайву сейчас опять раздаст. Ну да, еще погоди. 3-3. Бомба стоит. Зайву живет. Это все что-то. В принципе, нужно Виталити в этом эпизоде. Ну, Матье. Да. Смотреть. Так. Флешка пошла. Попали флешечку. Забирает. Так. Пикс не попадает в зайву. Вот. Ну, все. Звучит для Мэджикса. Так. 1-3. Против Фарлика, Блейма и Зипникса. Остается на ближней позиции Мэджик. Пошел дефьюз бомбы. Фарлик. Отпикал. Вот ретейк. 3-3. Конечно, очень досадно для зайву, что он промахнулся. Ну, и больше особо даже и шансов. Там не оставляли Астрали с всем остальным игрокам Виталити. Да. Рабочая, рабочая. Ну, вот тут вот он дым. И дым раскрывается уже слишком поздно. Или они вышли слишком рано. Вот туда. Нужно смотреть. Уже в разрезе повнимательнее, что там как происходило. Ну, а пока что последний раунд первой половины. Карты Девертиго. Ну, тут бай на рамках плюс-минус. Там, например, не так много гранат у Виталити. Вот поэтому у них более агрессивные играют на рамке здесь. Ну, и Фарлик, когда наконец-то таки справились у нас на рамке. И 5 в 3 уже преимущество иметь. Последний раунд первой половины. Очень важно Астралис выйти хотя бы на счет 9-6. По старту много важных раундов они отдали. Ну, может, вот под конец половины пойдет КАЭСик. Блейм. Выживает после прострела в Апекса. И на репике дает минус. Зайву. Ну, еще два таких же нужно сделать. Ну, летит. Летит. Зайву. Явно под него здесь датчанам подставляться не стоит. Это может очень дорого для них выйти по итогу этого раунда. Так что 2дшечку придумали. Глейм. Слышит. Развиска. Выпикин. Выпикин. Так. Зайву. 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 Блейм. Супер близко. Мэджис. Погибает. Зайву. Ну, нужен эйс получается. Ну, получается. Один-два до него. 40 секунд до конца. Но вот двоих слева можно не ожидать. Он даже не ожидает на таком офике у нас конфига. И все-таки это шестой. Для Астралис хоть как-то. Ну, могло быть хуже. Могло быть хуже. Старт был абсолютно провальным. Но вот под конец половины хотя бы там 2-3 раунда выиграли. Ну, спасибо Астралис. Хоть будет интрига на смене сторона, то я уже заволновался. Думал, что там 3-4 раунда будет и все и закрыто. Ну, да. Да. А так, честно говоря, догоняющие постоянно у нас были датчане. Но хоть спасибо, что хоть какие-то поводы на интригу перед сменами сторон они оставили. Будем смотреть? Да, будем смотреть после небольшой паузы. Друзья, две минуты. Возвращаемся со второй пистолеткой. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, возвращаемся в прямой эфир. На связи студия Мейнкаст. Вещаем мы из Киева. И не забываем вам напоминать, что продолжается вторжение России в Украину. Уже 96-й день этот кошмар. Все длится и длится. И Мейнкаст вместе с украинским сервисом Донателло, собирая средства для помощи вооруженным силам и всем людям, кто пострадал от этой ужасной войны. Так что кликайте по баннеру в описании. Обязательно помогайте. Ваш вклад очень важен. Да, я тут добавить нечего. И правда 96 дней. Ого. Да, четвертый месяц, друзья. К сожалению, к сожалению. И конца края не видно. Так что нужно регулярно поддерживать, регулярно помогать. И верим, верим в победу Украины, конечно же. И все будет у нас хорошо. Ну и первый день ЕМ Даллас. Второй Best of 1. У нас сегодня всю ночь будут матчи. Два стрима. Также трансляция на украинском языке. Залетайте обязательно к Слаксеру. Передавайте ему привет. Я думаю, он будет доволен. Ну что ж, второе это БО-1. Хотя бы дарит у нас уже на основном канале хоть какие-то эмоции. Конечно, более чем догоняющим приходится быть датчаном. Здесь и как-то поспевать за этим Зайву, этим Дюпри и в целом этими Виталити. Но очень такие бодренькие, веселые эпизоды имеются. 9-6. В принципе, есть хоть какие-то надежды на борьбу в второй половине. И по итогу проявление хоть какой-то силушки от Астралис на старте этого турнира. Ну давайте посмотрим. Best of 1. Шансы всегда очень близкие. Особенно, когда настолько опытные игроки в команде, которые прямо сейчас есть в ростере у Астралис. Ну и Виталити, конечно, тут фаворит. И наши эксперты в лайф-студии. И первая половина красноречиво говорит о том, что именно они тут приехали проходить как можно дальше. И в первом туре заряжены. Интересный тут раунд. Забросали мы Эджиска. Куча гранат в девятку. На КТ даже залетел дым. Смотри, какие пистолетки здесь у Астралис. Но Мисута, да и в целом на центре здесь были готовы. Ставчики стояли, но погодите, серия разменов. Триф-два остаются. Важнейший фраг от Дюпри. И это клач для плейма. Плейм. Ай, ну тут бы в падении сделать хэдшот было бы красиво. Тут слишком, слишком много настучали по нему. Видим эмоции игроков. Зоник по плечу. Тут благо можно, можно уже взаимодействовать с игроками. Не то, что на мейджоре, где все больше тушат тренеров. Да, нельзя, нельзя касаться. Нельзя давать кулачки. Общаться, тем более, конечно. Только в тайм-аутах. Ну, здесь хотя бы так, по старинке, кулачок можно откинуть. Ну, сейчас бы Астралис как-то взбодриться, улыбнуться и так далее. Кстати, ты видел, они с тренером приехали? Нам все показывают игроков. Кто, кто? Астралис? Да, трейс. Не, без, без. У него же там из-за поездки куда-то в Иран. А, да, 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 все, все, да. Съездил. Последний турнир 1.6. Да. В лавш-студии, ребята, обсуждали, как-то вылетела из головы эта информация. Мэджиск тем временем урабатывает троих. Остается Блейм Зипникс. Вроде подобрал фармилку Блейм, но не успел толком ее перезарядить. Хотя перезарядил. Ну, достается, мы видим, Зипниксу заряженный МПХ, но пострелять уже не успел. Блейм на бомбе Зипникс. Это байт на бомбу старинный. Байт на аптечку в PUBG. Плюс-минус. Не дощекал он, кстати, за его сейчас. Ну, и, кстати, может и не дощекал. Да, забираю его за его. Одиннадцатый для Vitality. Ну, понимаем, экономический был. Смотрим уже в последующих событиях, что поменяется и поменяется ли по характеру игры здесь вот Астралис. Пока 47-е. Тристайм. Погнали. В защите две МП-шечки. Это за его это тюбри. Есть, конечно, гранаты. Только один, кстати, набор щипчиков. Уверен в себе Vitality. Не инвестировали лишний раз в дефьюз-киты. Астралис тем временем занимают. Рамку по идее тут за его... Нет, за его стал сюрпризом. Забрал первого, забрал второго. Что по реакции? А как... И упал. Ну, ладно, я понимаю, в экшене не услышали. Ну, как вот это просто у нас скейти двоих тут спреет? И дальше один ХП. Один ХП, Матье. Ай, ну не дощекал. Право. Конфиг, двойной размен. Фанлик забрал Месуту. И это отдается сейчас. Ну, понаглели. Понаглели. Полезли уже. Игроки Vitality. И поэтому Дюпри Мэджинс последний. Будут пытаться какие-то дела раскрывать. Если будут. Вообще, ну, попытка была. Но. 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 Дюпри последний. Есть КАЕшка, есть Молотов. В принципе, инфа, что там куча красных. Можно пытаться хотя бы кого-то там взорвать, отогнать. Видит М-очку, кстати. Но это план минимум для Дюпри. Забрать М-ку в КТ. Чекает поджимы. Но тут некому освобожать. Два красных зипник с фуловой. Должен раунд доигрывать. Дюпри уже, наверное, и не пойдет. Готовит дым. Там супер мало времени уже. Оп. Так. Забрать М-ку. И убежать. А так он тут на фармите еще можно? Нет. Не удалось никого. Именно из красных игроков здесь подцепить. Со своего фармганчика. Ну и. Три в пять берут. Астралис. Такие два шикарных энтри. Еще и два человека прикрывало. Ну или разменивало. За его. Но тут что-то по первому пострелял. Перевел на второго убил. Перевел на первого добил. И этот раунд выигрывают. Аж кринжанул. Дюпри немножечко. Ну 11-7. Нормально, нормально. Дистанция четыре раунда. В принципе, камбэчная для Астралис. Закуп в ноль для Виталити. Это на кону. Уже счет 11-9. Блейм. Подогреваю немного хаешечкой. Зайву. На 49 кп, кстати, плотно. Потушил. Как бы теперь уйти. Еще одна хае. Все. До свидания. К двум хае уже не был. Готов за его. Никак, никак. Правда, не был. Хороший энтри от Датчан на рампе. Миссуто. Данчика выигрывал. Данчика до конца отчекал буст. Апельс хотел на Нежданчик. А вот Мэнчис и Нежданчик не ожидали еще одного игрока здесь под Аплентом. После энтри-то Мэнчика сработал. И Миссуто сработал. Активная защита. Не стали зажиматься в точке Виталити. Вот они, баночки. Вот они, баночки на цементе прилетают. И после этого Астралис уже планировали, как они будут занимать плент. Как они будут играть ситуацию. После двух аешек? Не-не-не. Я думаю, это там Апекс же пикал. После фрага в рукаве от Миссуто. Апекс где-то играл. И его там вроде бы Мэппли, кто законтрил. Не забывайте также про патриотические худи и свитшоты, друзья. Компания Мэйнкаст предлагает вам их приобрести. Половина прибыли пойдет на нужды вооруженных сил Украины. Футболочки с патроном. Очень красивые, друзья. Советую. Переходите по баннеру, заполняйте форму и поддерживайте Украину. Но при этом получая еще и приятный мерч. Обязательно кликайте. Да, слушай. Тут у нас, я вижу, уже конфиг в тельте. Просто спуста его сбривают. И видно, как он с фейс-палмами закидывает лицо. Без Блэймэфа у них такое частенько проскакивает. А вот игроки Виталити выглядят очень-очень знатно. Зипниксона решили показать в этой ситуации. Вот он, Блэйм. Но не идет в очередной раз на очередном уже турнире для команды Астралис. Три углеватом уже вены на висках взбухли от этого состава. Да, ну, эксперимент пока что неудачный. Да и непонятно, вроде куча игроков в Дании. А что-то вот чемпионский состав больше собрать пока не получается. Ну, надо, надо. Время где-то надо. Пробы, ошибки. Где-то просто время. Посмотрим, посмотрим. Много сценариев у нас имеется. И много слухов у них. И не забываем про Копенгаген Флеймс, которые на турнир-то тоже так не приехали. Отказались. Да. Поэтому, поэтому. Переподпишут, может, просто. Посмотрим. Пять человек. Сразу. Будто Астралис и Астралис Олдс. Размен коктейлями Молотова тем временем под базой Ааром. По-противу, под контролем Астралис. Но тут не все так просто. Месута действует довольно-таки активно. Там красный уже фарлик. Месута. Месута. Пошла флешечка. Еще одна. Месута. Одного только забрал. Заяву погибает. Тройной пик. И все погибли. Еще Дюбри умер. Вообще четыре человека за четыре секунды отлетело. На ровном месте. Ну, много-много пострелебей не пошло. Коллектива Виталит. Видим, фарлик там шесть хилдпоинтов. Иглей в семнадцать. Игзипик сбитый. На тоненького все было. Но рубку на рампе. Точнее, тут на подходах уже к пленту непосредственно. Проиграли. В своем дефенсе. Но не беда. С экономической точки зрения все еще возможности закончить карту в скором времени будут. Ну, с другой стороны, у Астралис открываются возможности эту карту просто так не отпустить. Параллельно, кстати, Фейс уже закрыли команду Энкорс. 16-5 закончился матч. И именно победитель этой встречи, которую мы с вами сейчас смотрим, Виталити Астралис, попадает на Фейс. И мало того, вот, кстати, хаешка на сейфы, о которой я говорил. Мало того, этот матч будет сегодня ночью в 3 часа 10 минут по киевскому времени, друзья. Это best of 3. И до 6, до 7 утра. Рубочка. Фейс. А кто это комментировать будет? Наши сотрудники из компании Майнкаст. Да? Передавайте привет этому мужчине. Да, я думаю, там они один. И режиссеры будут. Все, все красиво. Режиссеру тоже передаю привет. Всем своим приветом. Так, на последние деньги тут у нас важнейший раунд. Все для Виталики, ну, зайву, я не знаю. 28 на 11 у него слишком много чего идет. Тут мог еще через дым найти Глэйва. Но Апекс этим занимается. Варлик думает, ну, не будет меня ожидать. Не знаю, не знаю, на что, на что был расчет здесь. У Астралис мне лично не совсем понятно. Но вот таким вот образом. Ну, честно говоря, я считаю, безалаперным уже 2 в 5 у нас имеется. Ну, как-то раунд зашел, раунд ушел. Сразу же абсолютно no chance. До этого Виталити пикнули всей толпой, погибли четвером. Ну, и здесь просто 5 в 0, даже без размена. Так как мы видим, все закончилось для Виталити. Еще они на шаг ближе к этой победе, к матчу против Фейс. Повтор, зайву. Ну, зайву 28 просто сейчас. Посмотри. У-у-у, как же он попал? Как же, это еще и флик, оказывается, был вообще жестко. Ну, когда такое залетает, уж извините. А, там Авика не было, да, у Астралис? В этом, да, проблема? Некому было контрить. Ну, хотя бы вместо рифлы, я так понимаю, там Авик стоял. Может быть, зайву не успел бы фликануть. Ну, а так, извините. Абекс, агрессивный распик против Конфига. 14-8, друзья, команда Астралис тут уже на грани. Денежек нет. Командочки нет. Бомба выпала, а уже два трупа Месута. Хотел пушить дальше. Если бы не этот молот, то, возможно, бы и пошел. Так, ну, погоди, тут снова переворот устраивают. Строишь ситуации Астралис, а именно, Зипекс и Фарлик, два в два. По итогу. Блэйм. Погибал. Клачлик Зипекса. Клач Министр, ты тут? Давненько, давненько не было ярких кланчей от Зипекса. И сейчас не перестрелял. 14 хп оставил Апексу. Пошли кулачки. Ну и звук. Тот самый звук матч-поинта, друзья. Дебютные матчи Best of 1 у нас на этом турнире. Intel Extreme Masters Dallas. Напоминаю, первый день. Так, слушаем игроков. Что-то клик там сможет. Клик, клик. Кликнуть можно. Кликайте, кликайте, друзья. Почаще и поточнее будете на наших трансляциях. Также 15-8. Деньги очень-очень скромненькие у команды Астралис на этот закуп. Это Галила, там, 10-й. Два тэк-найна и Дигл. Снова пытаются пройти рампу. Тут все тот же Зайву с АВП. Попытка сделать 30-е убийство от Матье. Его прогоняет флешкой. Зайву, дал дым и не ушел. Не будет 30-го фрага в этом раунде точно. Так, ну пытался, пытался Матье уйти. Но датчане его отпускать и не планировали. Ну что, разворот. Разворот на центре имеется, если не ошибаюсь, пока Артикс. Пикс. Оставили Глэйва, ну и... Апекс? Тут по таймингу мог убить, кстати, Глэйва. Так, неплохо вышел. Между прочеками Глэйвам. Но вообще это фейк, потому что Виталити думает, что это рампам. Астральзи-то выходит на А. Как же это на Дюбри? Дюбри! Да хоть кого-нибудь! Блейм просто из Глока добивает Дюбри. Мэджис! Мэджис погибает! Один только фраг от Мисуты. Остается Апекс против всей команды. Дэм! Разобрали его. Исчезли, исчезли по стрельбе Виталити. Вообще просто в каждый эпизод, когда он Лука, начиная с Зайву, потом у Тюбри не полетело жестко. Там Мэджис уже на хелпу пришел. Тоже остался не в удел. Ну что по деньгам? По деньгам. Что интересно бы взглянуть. У Виталити? Да, да, да. Ну по-хорошему 2К нужно делать. Эни раунд проиграли, взяли. Но решили с одной М-кой сыграть. Все остальные до 2000. Мэджис должен стать ключевым игроком этого раунда. Вот для него делают подсадку. Вот она. Ух ты! Ух тышка! Какая реализация. Саленсера тут даже нереальный байт. Здесь, по-моему, присутствует. Так. Тут бы еще на мидл как-то бы окошечко, чтобы смотреть. То была бы подсадка. Да, но это уже к разработчикам. Прикинь, приходишь, он тут такой шок. Спрашивает. Ну, 3 человека в эту подсадку нужны, так что, в принципе, нормально. Но конфиг все-таки может попасться на крючок. А тут все могут попасться! Так, так, Мэджиск. Видишь, видишь? Ай, 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 ай. Забрал. Ну, почти. Минус 7 взят у конфига. Ай, а я почему-то Ешку не откинул. Была возможность. Наверняка получить энтри. Вот только сейчас с паузой. Ну, и рокировочка под... Под, 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 под плеймэфа. Плэмэфа, который уже вышел с рукава. Тайминг неприятный для него. Ну, что? Ну, пытание вообще. Супер. 100 хп у плейма. Плей вообще тут просто трактор. Это конечное, друзья. В Дюбре остается один с Юспиком. Все-таки... И во втором матче слишком сильно борьбы не было. На Total меньше сейчас залетают. Виталити. А, цралис взяли. Да я перепутал. А я понял. Слушаю, слушаю. Понимаешь, не туда завернуло. Не туда завернули, пацаны. Но в следующем забираю, значит, Виталити. Ну, ты что-то знаешь. Что-то знаешь. Сейчас обязательно проверим. Ну, знаешь, тяжело не согласиться. Пока что непонятно за счет чего на этом вертига должны оставить вообще комбейт. Ну, как, понятно, там, за счет каких-то ошибок, там, стрельба туда-сюда. Но чего-то неожиданного, экстраординарного они ничего не делают. И Виталити уже в важных гандраундах показывали нам, насколько они готовы к Astralis. Что-то пауза залетает. Совсем понятно. Ну, а прям очень, так, серьезно включают Тим Токи эти. Не где-то там вдалеке, а там как-то прям четко слышно, что говорят. Я только сейчас понял, что это запланировано. К концу второго БВ-1. Ой. Ой, мэр. А Мису дойдет дальше на своем лоу-хп. Хотел, хотел удивлять. Не зашла, не зашла. Пока что идейка от защиты. Раз, зайву, Мису забрали. Рампу. Опа. Ой. Апекса. Апекса похоронили. Зайву все-таки в этом поджиме сидит до конца. За ним уже прошел игрок. Нападение. Дюпри в центре. Не полетело. Их что? Зайву в аркаде. Эти, тут больше никого нет. Обидно. Не будет, получается, тотал меньше? Получается. Получается. Пауза не привела к успеху здесь. Доиграть. Но там Дюпри говорил. Play economy. Play economy. Получается. Планирует все равно. Камбэк не состояться. Так. Что у нас тут? Повторяют прострелы нам. Вроде бы там снова какая-то пауза. И коммуникация шла. Вот тут похоронили всю эту агрессию команды Виталити, конечно. 15. 11. У Виталити нет экономики. Blame уже на рампе. Астралис. По-малу, по-малу. А, 15-12 сейчас будут выходить. Падает зайву. Падает Апекс. Не удается вновь никакую агрессию тут окупить. Ну, поначалу все эти поджимы работали. Но вот под конец стороны уже настали с контролем. Все эти мувы. Бады Мэджис. Го-хо-хо-шоимчик. Ну, это Фарликс забрал второго. И Дюпри последний. Дорогие друзья, не забывайте, сейчас идет 96-й день полумасштабного вторжения России в Украину. Мейнказ совместно с украинским сервисом Донателло собирает средства на помощь вооруженным силам Украины и мирным жителям, пострадавшим в результате войны. Чтобы отправить помощь, переходите по ссылке под трансляцией. На, призываем вас это сделать. Обязательно, обязательно кликайте. Ваша помощь очень-очень важна. Без комиссии можно закинуть гривен, долларов, евро. У кого? Какие карточки? Дюпри в итоге сейвит. Никто к нему в гости так и не пришел. Раунд заканчивается. И все преимущество Виталити начинает таять. Три раунда. Это уже такой камбэк, до которого можно дотянуться. Окей, говорит, Апекс, но обрезали, обрезали. Его интересно было бы, что он там такого скажет. Пока что весело, весело. Озорной, озорной снайпер, конечно, команды Астралис. И серьезный БЛМФ. Ему не дошло так. Что-то там флеш-пуш-по-дей какой-то планируется. Супер-клосс, и сейчас у нас будет разыгровка от конфига. Ну и один БМ, судя по всему, сетапщику Виталити. Дюпри должен там быть один. Причем Апекс по именам, кстати, говорит. Если вы обратили внимание, я сказал, что Питер один будет на Б. Так вот. Да. Было, было такое. Так, ну, есть на Апекс Каментуга. Узайву. Давненько уже раунда сколько? Четыре, четыре, мы не видели. В руках данного девайса. Ну, изменили немножко вектор своей атаки. Тут Тачани непосредственно под Б. Мы приятели плацдарм. Флешечка, ну, как-то не в тайминг получилось. Да, 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 да. Уживает. Бри, закрывается самочком. Флешка. За тройку перебегает. Бри, все, еще живет. Глейф, кстати, пошел вперед. Остальные отошли немного назад. Глейф! Куда? Прочекал над смоком. Остальные на рампу не вышли. Ну, информацию дал. Говорит Фарлик. Игзипикс, давайте. Разбирайтесь, парни. Ну, бомба на руках. Но, я думаю, кроме как попыткой растащить 2 в 5, ничем таким. То есть реализация, ну, вряд ли, кончится. Но, погодите, мы, резко забираем Фарлик. Но, вы поняли, дюбри, нашибай. Игзипикс забирает мне суту, да. Да, ну, нет. Да, ну, ладно. Ну, 2 в 5, да, ну, 2 в 5. Да, ну. Зимникс, да ладно, это ему все-таки среагировал. Парлик 1, не было бомбы. И дожали, все-таки дожали Виталити эту встречу. Поздравляем их с победой в дебютном матче. И именно они отправляются играть серию против Фейс, друзья. Виталити Фейс. С хорошим, с хорошим явным настроением. Ну, видели эмоции. Не забываем storyline, насколько местами важно там файт между датчанами в одном и втором коллективе. Да, и в любом случае, ну, слушайте, турнир важен и приятен против, ну, окей, может, не такого сильного, но именитого. И принципиального. И принципиального противника выигрывать, да. Виталити, как и ожидалось, думаю, подавляющим большинством, справляется с этим преимуществом. Поздравляем еще раз команду Виталити. На этом дебютные матчи группы А закончены. Дальше будут Best of 1 в рамках группы B. На этой трансляции Liquid против Cloud9 сразятся, думаю, минут через 15 стартует эта встреча. Ну, и также не забывайте, что так как турнир находится в Далласе, у нас все будет до утра. Фактически последние Best of 3 стартуют в 3 часа ночи. Ну, может, чуть позже там с этими задержками. По киевскому времени, так что заваривайте кофеечек, не знаю, ставьте будильник, потому что там Face Vitality будут. Это очень-очень важный матч, очень интересный. Ну, или в крайнем случае, может, как-то утром, знаешь, на кассету там запишите. Я раньше, да, если что, вставал, просто смотрел просто нарезку на ютубчике. На пиратских каналах? Ни в коем случае, да. Никакого пиратства. От Романа The Wolf. Наши эксперты в лайв-студии готовы, так что им мы слово и передаем. 16.12 Виталити отправляет в нижнюю сетку Астралис, а сами выходят уже в полуфинал верхний. Встретится с фейзами немножечко позже. Это будет ночью в 3 часа. Ну, а сейчас стоит обсудить этот матч. 32 фрага от Зайву. Это просто какой-то феноменальный показатель. Ну, хотя для Матье в какой-то степени это является дефолт. Но все же, если бы Астралис выиграли хотя бы одну пистолетку...